всем привет всем привет у нас сегодня будет на обзор вот такая большая коробка нет на самом деле это не коробка на обзоре будет то что внутри коробки сейчас я вам покажу говорится заценим посмотрим испытаем говорится поделимся своими впечатлениями так смотрите ссылку где заказать данную коптильню это коптильная добрыня вот на получается у них их там три вида так ссылку где взять в описании ссылка будет в описании смотрим что кладут они когда отправляют вот это в принципе по этот подарок идет также сбор сборник лучших рецептов для копчения богат и у термометр что еще есть сейчас откроем все посмотрим так какой-то держатель да короче какая-то штучка . но мы это сейчас будем этот процессе все рассматривать смотрите как она коптильное одобрение инструкции по эксплуатации это гарантийный талон кстати здесь армада город киров делает вот там находится завод да вот видите она получается идет у них трех видов 14 литров 23 литра и 37 литров это коптильная вот на 37 литров такая большая для дома кстати вот здесь идет трубка миллиметров наверное 10 хороший широкая трубка которая не перегибается потому что довольно плотный силикон здесь я понимаю это для рыбу подвешивать такие четыре получается рыбешки но больше всего что мне понравилось это вот эта штука как ты мы что это такое даже не понимаю короче берешь курицы и насаживаешь я сюда и получается курица она не подвешивается она не лежит на противне можно грубо говоря здесь можно разложить сосиски там ольха щипа вот ну такое там овощи копченые не знаю готовят нет ну что то такое можно разложить а вот именно курицу ты ее получается сюда насаживаешь и она не лежит она со всех сторон обдается дымом и коптится грубо говоря со всех сторон два получается два противня расстояния смотрите какой можно много чего принципе это разложить а три противня во как три противня емкость для сбора жира сюда стекает и довольно таки для такой существенный металл и вот сюда получается закладывая щепу о это вообще супер когда закладывать получается щепу и и вытащил что легко не надо там лазить потом мыть как бы вот и сам бак опа нет там что-то еще есть смотри яблоко обещал так подожди давай бак покажем бак покажи давай давай бак сейчас в сторону уберем смотри какой бак офигенный и самое классное то что он пусть будет высокий чем он будет широкий наполовину на полу это поставила получается плиты да и все а тут готовишь что хочешь спокойно и не мешает у них на данный момент идет в разработке по крайней на сайте видел именно дымогенераторы вот вот для этого вот этот клапан и есть чтобы коптить не только горячего копчения но и холодного копчения подключается сюда дымогенератор вы можете коптить дома домашних условиях да уже получается но холодного копчения вот эти продуманных это сейчас доработки я думаю они как бы это к этому придут поэтому уже получается покупая коптильню добрыня вы покупаю получать горячего копчения вы покупаете коптильню полоской двух видов это горячего копчения холодного копчения все давай здесь разбираться на глядь и так это чего у нас вот смотри вот тут где тоже оторвалась видишь а мы что позднее мне кажется вот это бывает скорее всего вот это идет в комплекте а это отдельное отдельное спасибо от производителя я не знаю не буду говорить но за это отдельно огромное спасибо щепа для копчения в подарок а это идет уже в комплекте мне кажется доказывают так яблони вообще яблоки яблоки верхи а вот тогда альха я оторвал а нет нет ну значит это тоже альха отличается короче у нас сейчас уже курица готова поэтому мы сейчас мы еще разомариновали мы будем сейчас ее тестировать сразу скажу как бы пришло очень быстро буквально как бы поступила заказка что отправили все и буквально через некоторое там быстро дом пришло мы короче сейчас что делаем если это все моем подготавливаем а потом позже включу щепу и будем коптить вот этот момент для меня в этой картине больше всего порадовал потому что я сталкивался с коптильными и очень неудобно когда опилки вот типа кладется на само дно потому что при нагревании щепа там опилки они подгорают где-то капнул жир пролился что такое и все это оседает на дне вот в этом случае как бы да тут получается как бы такое 2 фальш дно и само дно коптильня остается чистым и это не может не радовать второе что не может не радовать это вот эта чаша для сбора жира довольно таки глубокая смотрите значит перелива не будет теперь не попадаешь теперь одеваем вот эту часть четко да да все офигенно и как будто бы знаешь так на горшок посадили курицу на вентиль она стоит да и получается дым везде равномерно проседая как бы но окутывает курицу нету мест где курица лежит может допустим там где-то допустим она где-то лежит вот здесь допустим мало прокоптилось здесь хорошо прокоптилось а тут получается полностью дым обволакивает как снаружи так и смотри и везде красивая корочка почки солярий получается такой круговую прошел рушан закрыл короче крышкой а потом еле открыл до крышка она идет плотную просто садиться а потом закопки снять их не так и все короче мы оставляем ставим это все на газ вообще не заниматься спокойно поставлю готовить и все так же вот термометр в инструкции все написано как что за скольки нагревать у нас на эти 23 градуса по теме шланг вот что немаловажно говорю шланг не тонкий и когда в картине тонкий шланг получается он перегибается на изгибе вот закрывается дыму некуда уходить а дыму некуда уходить и он идет в коптильню до обратно или что не только там вот этот жир как бы лишний дым он не уходит и либо начинает где-то из щелей выходите ты чувствуешь это квартире а это получается ты хопа выпустил в окно и все идем спокойно весь лишний ушел вот сюда вот этот получили как на гидрозатвор что ли называется здесь заливается вода и она не дает дыму выходить наружу и получается дым выходит только отсюда вот уже температура 74 градуса ждем корочка корочка а как это пахнет вкусно аппетитно даже это пилот понял да пилот получается курочка коптильне добрение быстро буквально за час времени курочка пальчики оближешь ссылочку где можно заказать оставлю в описании закрепленном комментарии переходите заказывайте останетесь довольны первая а а все Продолжение следует...